Албания – небольшое государство в юго-восточной части Европы, омывается Адриатическим и Ионическим морем. На его территории находится горный хребет. В Албании есть очень много достопримечательностей, и нам удалось посетить эту страну на обычном китайском мотоцикле. Ну что же, давайте изучать Албанию вместе с вами. Поехали! Всем привет! Это канал Сергей и Леся. Мы с вами находимся сейчас в Албании, и Албания славится тем, что здесь очень отчетливо слышно эхо холодной войны, эхо из прошлого, которое было для нас не очень красочным, эхо, которое шло для нас из нескольких десятилетий назад. И вот как раз характерная особенность той эпохи – это такие бункеры, которые разбросаны по всей Албании. И сейчас мы с вами спустимся в один из них. Это, кстати, большой бункер, биг-бункер. Так что оставайтесь с нами, будет интересно и, возможно, даже немножечко страшно. Албанию называют страной бункеров. К 1970-м годам Албания оказалась в полной изоляции. Яристалинист Энвер Ходжи умудрился испортить отношения с Советским Союзом, выйти из Варшавского договора, рассориться с последним другом Китаем. По инициативе диктатора Ходжи были построены 700 тысяч железобетонных бункеров, примерно по одному на четыре жителя страны. Но на Албанию так никто и не напал. Один из таких бункеров встретили и мы. Ну что же, мы сейчас это сделаем, зайдем туда, попытаемся походить по лабиринтам этого бункера. У нас есть фонарик, у нас есть суперфонарик на телефоне. Так что пойдемте с нами, вместе будет не так. Итак, что у нас здесь, смотрите. Короче, тут арматура висит. Такое сооружение. Там, конечно. Здесь, идей вперед, свети. Я не хочу идти вперед. Что тут у нас? Ух ты, ёпки-палки. Там вообще темно. Пошли. Не, я не хочу туда идти. Страшно? Да. Короче, что-то вам сейчас буду рассказывать. Так. Очень сыро, все старое. Очень большое здание. Большое, огромное здание. Там темно, короче. Вот. Вот, видите. Да. Обломки кирпичей очень много. Так, здесь уже сухо. Так, вверху у нас вот такие вот стены. Вот тут большое помещение. Большое помещение, как, видимо, тут был, не знаю, плац какой-то или склад. Да, странно, кирпича много так повидал. Откуда он, где он был? Тут разрушены какие-то вот стена, видишь? Вот стена. Тут был проложение, вот это комнаты. И часть, часть комнат разрушена. Проходи, проходи. Тут уже он. Вот, видишь, комнаты? Комнаты пустые такие. Там они были дальше. Тут, видимо, были двери. Железно-бетонные, железные. Их выломали. Вон, видишь, одна дверь осталась. Кусок стены. Мышка! Да ничего страшного, она мышка живет. Леся видела мышь. И чуть-чуть испугалась. Вот таких комнат, тут вся часть в комнатах, видишь? И вот такое перекрытие. Вот он поворачивает, поворачивает сюда. Ого, лопец, он большой. Да, вот лопец света. А здесь комната? Здесь, наверное, я не знаю, комната? Да, тут склады были, скорее всего, казармины, какие-то помещения, где солдаты вот жили. Укрывались, потом... Мне интересно, вообще, он использовался по назначению? То есть, или его только построили и все? Ну, я думаю, что он... Ну, как, здесь на дежурстве стояла какая-то часть, какие-то... солдаты, в любом случае. Но, со временем, по безнадобности, это все пришло в упадок, в негодность. Закрылись. Знаешь, интересно, что с этого не сделали музей, да, и не берут за это деньги, то есть, можно вот так походить. Я настолько знаю, есть один только платный бункер музея в Тиране. Ну, да, видишь, не сделали музей. Вот. Знаешь, что еще интересно? Я не видел бойниц нигде. Это просто как... Тепло. Да, тепло, это как какое-то помещение. Ну, это да. Как складское. А вот бойницы я нигде не видел. Складское, это как для людей, это как укрытие. Да, укрытие, как склад, как укрытие, но вот, чтобы там, где вот именно откуда везти бой, я не видел тоже. Может, ну и нет, нет... Вот наш красный. Да. Нет, не нападем они вниз, не наверх. То есть... Албания, очень красивая страна, в которой горы уходят в море, но, к сожалению, еще слышится эхо холодной войны. Мы же поехали дальше, увидеть еще одну достопримечательность, карстовый источник, голубой глаз. Источник расположен у горы Музина, и он питает реку Бестрица, и обеспечивает работу местной гидроэлектростанции. Всего известно 18 выходов воды. Водоем имеет необычную краску. В центре источника вода насыщена темного синего цвета, а по краям ярко-голубого. Точная глубина водоема, которую образуют источники, остается неизвестной. Водолазы неоднократно пытались исследовать голубой глаз, однако им удалось спуститься лишь на глубину 45 метров, так как вода из источника бьет под большим давлением. К сожалению, когда мы приехали к этому источнику, он был оцеплен и закрыт. Нам очень было интересно, что же с ним случилось. Я не смог с этим смириться и отправился исследовать тайну источника голубой глаз. Вот такой ручей, первая преграда, небольшая. Ее надо тоже преодолеть. Идем. Ага, вот я вижу. Вижу, надо перебраться через эту гору каким-то образом. Тут вода сделала некую дорогу, я не знаю, солнце. Но я попробую, конечно, сюда залезть. Тут очень подъемчик такой серьезный. Такой. Посмотрите вниз. Загадка. Это очень интересная. Не ждите сегодня от меня красивых кадров, потому что непросто все это. Ух, первый перевал. Я прошел наверх только 100 метров. Мне показывает мой путь. Там он пост. Его надо обойти. А там дальше моя цель. Это голубой глаз. Я двигаюсь дальше. Тропа какая-то вот. Не знаю, звери это вода проложила или туристы. Но она в лесу. Так что мы двигаемся дальше. Вот что-то начинает проясняться. Раздваивается дорожка. Не знаю. Пойду по натоптанной. Все-таки. Вот смотрите, какие тут крокусы растут. Цветочки. Очень красивые. Так. Идем сюда. Наверное сюда. Все по интуиции. И там заросло все. Тут-то в ходу ходят коровы. Куда они ходят, непонятно. Смотрите. Все в цветках. Вот таких. Круто просто. Но идти не очень просто. Вот я достиг так называемого перевала. И дальше я вижу есть вон озеро. И там вот тот дядька на КПП, который нас вчера не пускал. Дорога как всегда смутная. Я начинаю спуск. Вот я вышел на такую вторую гору. Начинаю подниматься дальше. Сейчас осмотрюсь. Тут будет вот вершина. И увидим, куда идти. И можно ли там пройти вообще. Вот собственно вершина. Вторая гора. Так, вон озеро. Это карстовое озеро. Я его вижу. Это радует. Но я рядом. Оно действительно голубое. Вон эту гору я перешел. Буду идти дальше. Что же вот это озеро. Друзья, я уже его вижу. И я думаю спуститься к нему возможно. Теперь надо очень тихонечко все это делать, чтобы тебя не заметили. Потому что как-никак это охраняется почему-то. Очень красивое место. А вот тропа. Да, эта тропа. Так, что есть на карте. Но она ведет не к озеру. Может и к озеру надо посмотреть. Короче, друзья, такая фишка неожиданная. Я вышел к дороге, это большая дорога, но по ней проехало две машины только что. Я не пойму, это работники какие-то или это туристы. Но почему нас вчера не пустили, сказали, что он не будет, не работает, вообще не работает. Тут какие-то машины все-таки проезжают, почему не известно. И что делать дальше, я не знаю, идти на свой страх и риск, или возвращаться. вот так, да? Ага, окей. Спасибо. Thank you. Короче, капец. Я наконец-то вышел, походу к кому-то домой. не понимаю, к кому я вышел, но я вот оказался с той стороны у кого-то во дворе. Буду выходить отсюда как-то. Никого нет. Страна варсенька. Конечно. Так. Ребята, я в шоке. Снимать там не разрешили, к сожалению. Но там красота неописуема. Я вам попробую показать потом. Так что сейчас уходим назад. Все получилось. Я там был. Короче, ребята, я вернулся. Все отцеплено красной лентой. Кругом полно охраны. Ходят какие-то люди. Не знаю, что здесь и как. Спросить ни у кого. Никто ничего не говорит. Я снимаю очень быстро, потихонечку. Все вроде бы цело, и здесь опасно находиться туристам. Либо что-то еще случилось. Но по-быстрому я ухожу и все-таки отошел еще на несколько метров. И в другом месте хочу попробовать какая же вода в этом источнике. Что друзья, такое озеро нетронутое. Вода холодная, но оно того стоит купаться в таком месте. Лонючая. Вода дыхание перехватывает. Вы посмотрите как она красивая. Вот такая красота стоит тех часов и минут, когда ты сюда добираешься. А с вами канал Сергей Илься. Всем привет. Да друзья, Албания очень красивая и прекрасная страна. И посетить ее мы однозначно рекомендуем. Но наше путешествие продолжается. Следующая страна, которую мы посетим будет Болгария. Так что ребята оставайтесь с нами. Будет очень интересно. Путешествие только начинается. А с вами как всегда ваш Сергей Илься. И наше путешествие на обычном китайском мотоцикле. До скорых встреч друзья. Пока пока. и наше премьи. Продолжение следует...